Информация из поста в телеграм-канале Народного фронта Хакасии. Антимонопольная служба провела внеплановую проверку по мемориалу Тепличной. Выявлено, что глава сельсовета Анна Мадисон в обход закона о контрактной системе раздробила сам контракт между 13 подрядчиками. Что якобы позволило ей обойти процедуру торгов и отдать бюджетные деньги тем фирмам, кому посчитала нужным, не прибегая к аукциону. И вот как глава сельсовета прокомментировала очередные обвинения в свой адрес. Изучить внимательно закон о контрактной закупке, то есть дробление может быть предусмотрено. Нами были запрошены коммерческие предложения, на основании этого минимальная стоимость была выявлена. Суммы приводятся и в тексте. Так, 280 тысяч ушло на снос памятника, 230 на выравнивание земли, почти 600 обошелся монтаж опалубки и так далее. В конце концов приводится цифра – 2 миллиона рублей только на снос и возведение бетонной стены. Изначально весь проект, смертная стоимость прошли государственную экспертизу. И те суммы, которые они указывают, они в разы меньше как раз тех сумм, которые были предусмотрены сметой и которая прошла госэкспертизу. На снос памятника было потрачено 2 миллиона рублей. Это на все бетонные работы, на армирование и так далее. Также Анна Мадисон подчеркивает, что 13 контрактов, которые были заключены – это договора на реконструкцию не только мемориала «Вечная память», а всего сквера. Это и посадка новых деревьев, установка системы освещения, дорожки, скамейки и многое другое. Я считаю, что народный фронт Республики Хакасия продолжает разжигание нездоровой атмосферы, конкретно на моей территории, представляя какие-то промежуточные проверки, которые инициировали именно они и жители, которых они здесь собрали, 5 человек, которые на сегодняшний день также входят в состав уже общественников «Единой России». Напомним, в начале июля представители ОНФ были на месте реконструкции памятника. Тогда на защиту главы поселения Анна Мадисон вышел весь сельский актив. Разговор с приехавшими общественниками до последней минуты оставался на повышенных тонах. Жители Тепличного возмутило предвзятые отношения к работе поселкового главы. Они считают, что спекулировать на теме памяти погибших и раздувать из благоустройства политический скандал на всю страну по меньшей мере неэтично.